Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биология и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – головной мозг, его строение и функции. Сегодня на уроке мы познакомимся с строением и функциями головного мозга, рассмотрим анатомию и физиологию периферической нервной системы. Головной мозг – сложнейший орган, который способен воспринимать и обрабатывать огромный объем информации. Это часть центральной нервной системы, главный регулятор всех жизненных функций организма. Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа и хорошо защищен плотно сросшимися толстыми костями черепной коробки. Средняя масса головного мозга взрослого человека – 1300-1400 грамм. Это всего 2% от массы тела. Однако клетки мозга потребляют до 25% вырабатываемой организмом энергии. Этот орган работает непрерывно. Следует отметить, что прямой зависимости между весом мозга и интеллектом человека нет. Например, вес мозга писателя Ивана Сергеевича Тургенева – 2012 грамм. Поэта Джорджа Байрона – 1807 грамм. Философа Иммануила Канта – 1600 грамм. Поэта Фридриха Шиллера – 1580 грамм. Врача Поля Брока – 1484 грамма. Врача Гиема Дюпиэйтерена – 1437 грамм. Поэта Данте Алигьери – 1420 грамм. Живописца Тедемана – 1254 грамма. Известно, что и другие выдающиеся люди обладали головным мозгом сравнительно небольшого веса. Важно не сколько весит мозг, а насколько активно работают клетки, расположенные в различных его структурах. Мозг человека, как и всех позвоночных животных, состоит из ствола, мозжечка и полушарий большого мозга. В стволе мозга выделяют четыре отдела, отличающиеся друг от друга строением и функциями. Продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный мозг. В головном мозге распределение серого и белого вещества более сложное, чем спином. Небольшая часть серого вещества образует ядра ствола спинного мозга. Большая же часть серого вещества в головном мозге расположена на поверхности больших полушарий и мозжечка, формируя их кору – белое вещество, проводящее пути головного мозга. Связывают его части между собой, а также со спинным мозгом. Так что вся центральная нервная система функционирует как единое целое. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга, поэтому в их строении много общего. Он выполняет проводящую функцию. И большую его часть составляет белое вещество – восходящие и нисходящие пучки нервных волокон. Между ними рассеянные скопления ядер серого вещества. В ядрах продолговатого мозга располагаются жизненно важные центры, которые регулируют сердечную деятельность, дыхание, глотание, защитные рефлексы, такие как чихание, кашель, рвоту, слезоотделение. В центральной части продолговатого мозга начинается ретикулярная формация ствола мозга. Это скопление огромного числа нейронов, по которым проходят нервные импульсы, выше лежащие отделы головного мозга. Экспериментально доказано, что именно импульсы, передаваемые по ретикулярной формации, поддерживают мозг в бодрствующем состоянии. Разрушение ретикулярной формации в зоне продолговатого мозга приводит к сонливости, потере сознания и даже к литургическому сну. Мост – это место, где располагаются центры, отвечающие за мимику и жевание. Но основная функция моста, тоже проводящая. Здесь проходят нервные волокна, несущую информацию вверх к коре головного мозга или вниз, в продолговатый мозг, к спинному мозгу и к мозжечку. Можжечок расположен на задней стороне ствола мозга. Его строение похоже на строение всего мозга, но в уменьшенном размере. Вес мозжечка всего 150 грамм и даже его название переводится как «маленький мозг». Можжечок состоит из червя и полушарий, разделенный бороздами на доли. Доли мелкими бороздками разделены на извилины. Поверхностный слой мозжечка образован скоплениями серого вещества и называется корой мозжечка. В ядрах мозжечка расположены центры, отвечающие за координацию движения и сохранение равновесия тела. Эта функция может нарушаться при принятии алкоголя или других вредных для организма веществ. В таком случае люди не способны нормально координировать свои движения. Даже прямо стоять для них проблема. В последние годы появляются доказательства того, что мозжечок участвует и в познавательной деятельности человека. Средний мозг состоит из ножек, большого мозга и четверохолмия. В верхние бугры четверохолмия – центры первичной обработки зрительной информации. Их нейроны реагируют только на объекты, быстро перемещающиеся в поле зрения и приводят зрительную систему в состояние повышенной готовности. В нижних буграх четверохолмия сосредоточены аналогичные центры слухового анализатора. Если рядом с человеком что-то промелькнет или раздастся резкий звук, он непроизвольно вздрогнет, его мышцы напрягутся, будут готовы действовать, бежать или защищаться. В среднем мозге также расположены так называемые красная и черная субстанции. Это скопление нейронов, которые контролируют двигательные функции. Красная субстанция вместе с мозжечком поддерживает тонус мышц и контролируют позы тела. Нейронами черной субстанции вырабатывается дофамин. Это вещество необходимо, чтобы человек мог совершать быстрые и точные движения. Кроме этого дофамин влияет на настроение. Если не хватает, то человек чувствует себя подавленным. Среднему мозгу свойственна и проводящая функция. Через него проходят все восходящие пути к коре больших полушарий и мозжечку и нисходящие, несущие импульсы к продолговатому и спинному мозгу. Основными структурами промежуточного мозга являются таламус и гипоталамус. Именно в ядра таламуса поступают импульсы от всех рецепторов организма. И таких ядер насчитывается более 40 пар. Поступившая информация в таламусе перерабатывается, создавая целостный образ окружающего мира. И направляется к большим полушариям мозга для принятия решений об ответной реакции на ситуацию. Кроме того, таламус соединен с мозжечком, так что он принимает активное участие и в координации двигательных рефлексов. Гипоталамус регулирует вегетативные функции организма. Его передние ядра регулируют деятельность парасимпатической системы, а задние симпатической. Гипоталамус соединен с гипофизом, железой внутренней секреции, которая контролирует работу других желез эндокринной системы. Потому можно сказать, что гипоталамус необходим для регуляции работы всех внутренних органов организма. Передний мозг человека состоит из сильно развитых полушарий и соединяющих их средней части. Правое и левое полушария отделены друг от друга глубокой щелью, на дне которой лежит мозолистое тело, отвечающее за слаженную работу полушарий. Поверхность больших полушарий образована серым веществом корой, под которой находится белое вещество с подкорковыми ядрами. Общая поверхность коры больших полушарий составляет от 2000 до 2500 квадратных сантиметров. Ее толщина от 2500 до 3 миллиметров. В ней насчитывается от 12 до 18 миллиардов нейронов, расположенных шестью слоями. Больше двух третьих поверхности коры скрыто в глубоких бороздах между выпуклыми и звилинами. Три главные борозды – центральная, боковая и теменно-затылочная. Они делят каждое полушарие на хорошо заметные четыре доли – лобную, теменную, затылочную и височную. В коре больших полушарий стекается информация от всех рецепторов тела. Анализ и синтез полученной информации осуществляется в строго определенном участке – зоне коры. Двигательная зона расположена в передней центральной извилине – лобной доли. Зона кожно-мышечной чувствительности – задней центральной извилины – теменной доли. Зрительная зона сосредоточена в затылочной зоне. Слуховая – верхней височной извилины – височной доли. Обонятельная зона и вкусовая зона в переднем отделе – височной доли. Из-за перекреста проводящих путей левое полушарие головного мозга управляет правой половиной тела, а правая – левой. Кроме того, каждая полушария выполняет определенные функции и имеет свою специализацию. Левое полушарие мозга отвечает за языковые способности, контролирует речь, способности к чтению и письму, отвечает за логику и анализ. Правое полушарие специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах, дает нам возможность мечтать и фантазировать. Правое полушарие отвечает также за способности к музыке и изобразительному искусству. Кора головного мозга является высшим органом координации рефлекторной деятельности и органом приобретения временных связей – условных рефлексов. Рассматривая периферическую нервную систему, следует отметить черепно-мозговые нервы. От ствола мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов. Первая пара – обонятельный нерв. Вторая пара – зрительный нерв. Третья пара – глазодвигательный нерв. Четвертая пара – блоковой нерв. Пятая пара – тройничный нерв. Шестая пара – отводящий нерв. Седьмая пара – лицевой нерв. Восьмая пара – предверно-улитковый нерв. Девятая пара – языкоглоточный нерв. Десятая пара – блуждающий нерв. Одиннадцатая пара – добавочный нерв. И двенадцатая пара – подъязычный нерв. Черепные нервы имеют сходное строение со спинно-мозговыми нервами. Все нервы по функциям делят на чувствительный, двигательный и смешанный. К чувствительным нервам относятся первая, вторая и восьмая пары. К двигательным нервам – третья, четвертая, шестая, одиннадцатая и двенадцатые пары. К смешанным нервам относят пятую, седьмую, девятую и десятую пару. Черепные нервы выходят из полости черепа через определенные отверстия и направляются к органам чувств или к другим органам, или же к коже и мышцам головы и шеи. Завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке. В форме тезисов, утверждений. Головной мозг – сложнейший орган, который воспринимает и обрабатывает огромный объем информации. Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа. Мозг человека состоит из ствола, мозжечка и полушарий большого мозга. Ствол мозга – это продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный мозг. Продолговатый мозг выполняет проводящую функцию. Мост – это место, где располагаются центры, отвечающие за мимику и жевание. Основная функция моста – проводящая. Можечок отвечает за координацию движений и сохранение равновесия тела. Средний мозг выполняет проводящую функцию. Расположены центры первичной обработки зрительной информации, центры слухового анализатора. Промежуточный мозг, его структуры – это таламус и гипоталамус. Полушария головного мозга – левая и правая. Поверхность полушарий складчатая, борозды и извилины. Каждое полушарие разделено на доли – лобную, теменную, затылочную и височную. Кора головного мозга является высшим органом координации рефлекторной деятельности. От ствола мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов. Черепно-мозговые нервы связывают мозг с органами чувств, мышцами и железами, расположенными на голове. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. До новых встреч, ребята! Увидимся на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok